В эфире телеканала Юрган Крик. Криминал и комментарии в студии Виктор Прокушев. Здравствуйте! Сегодня вы увидите. Двойная потеря. Водитель откупился от автоинспекторов ради спасения своих прав. Теперь может еще и свободы лишиться. Огненный аргумент. Родственница пустила красного петуха в назидание, а потом горько пожалела. Будний шерифов. После введения ведомственного приказа функционал участковых значительно изменился. В Сыктывдинском районе завершено расследование дела о даче взятки сотрудникам ДПС. В конце января экипаж районной ГИБДД дежурил на федеральной трассе Вятка возле местечка Морова. Днем внимание автоинспекторов привлек внедорожник, который пересек сплошную линию и стал обгонять попутные автомобили. Стражи порядка остановили нарушителя и продемонстрировали ему съемку видеорегистратора. Водитель из Нижнего Новгорода предложил полицейским договориться по-хорошему. Инспектор проявил непреклонность и не раз напомнил шоферу об уголовной ответственности. Гражданин никак не реагировали на предупреждение сотрудника ГИБДД ДПС по Сатуринскому району. Достал от скромана 500 рублей, после чего положил их между передними сидениями служебного автомобиля сотрудников полиции. Непосредственно после дачи взятки гражданин сразу вышел из автомобиля. Сотрудник полиции также вышел из автомобиля и закрыл служебную машину, после чего непосредственно сообщил в дежурную часть о совершении преступления. По факту дачи взятки возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина полностью признал. Заявил на преступление, его толкнула крайняя необходимость. Дескать, боялся лишиться прав, а затем потерять работу личным водителем директора солидной компании. Вот и решил откупиться от автоинспекторов. Теперь его не только лишат прав на полгода. Задачу взятки полицейскому он может получить до 8 лет колонии со штрафом в 15 тысяч рублей. Благодаря бдительности сотрудников ППС, Сыктывкаре раскрыли жестокое убийство. Во время обычного дежурства полицейские обнаружили подозрительный костер возле столичного стадиона, а возле него мужчину с многочисленными ножевыми ранениями. Признательные показания дал бездомный, который, как в классическом детективе, вернулся на место преступления. Мотив зверской расправы в репортаже Антона Булаева. 5 апреля в 2 часа ночи при патрулировании улицы Куратова в районе запасного стадиона полицейские заметили огонь рядом с теплотрассой. Стражи порядка подошли выяснить, что случилось. У костра бездомный кипятил кружку с чаем. Рядом с очагом на снегу лежал второй мужчина. Он был укрыт курткой. За курткой я увидел что-то красное наподобие, непонятно, то ли кровь, то ли что. Сообщил это своему напарнику. Напарник откинул куртку молодого человека. Мы увидели, как мужчина лежит, лицо вниз получается, и голова у него вдавлена в снег. На шее мужчины полицейские обнаружили многочисленные раны. Подозреваемый заявил, что не имеет никакого отношения к убийству. Дескать, когда пришел, погибший уже был здесь. Этим словам полицейские не поверили. Посадили в отсек для задержания, то бишь в автомобиле. А около автомашины уже данный гражданин начал рассказывать все, как он сделал, куда спрятал оружие преступления. Выяснилось, бездомный мужчина совершил убийство еще 3 апреля, за два дня до задержания. На место преступления он вернулся, чтобы помянуть усопшего. Позже подозреваемый в подробностях рассказал о событиях той ночи. По его словам, с потерпевшим он познакомился случайно. Пошел на колонку, набрал воду там, там встретил этого. Он спросил, есть у тебя жизнь? Я говорю, есть, есть только одеколон. Он говорит, ну не пускай, одеколон будет. Нового знакомого мужчина привел к теплотрассе, где частенько разводил костер и коротал вечера за кружкой чая. Мы начали пить, здесь чай был, стоял, одеколон, он здесь стоял, я здесь стоял. Пили, пили. Он начал что-то там, ну опианел, наверное, я не знаю, что сейчас, как-то там, начал говорить на меня, нехорошие слова там такие, оскорблять. Мужчина не сдержал обиду и набросился на гости с кулаками. Подозреваемый утверждал, в ходе драки потерпевший упал на землю и сразу потерял сознание. Подозреваемый его обследовал его карманы одежды, нашел нож и нанес этим ножом удары в область шеи. Впоследствии, в ходе судебного медицинского исследования, трупа было установлено, что в область шеи под следствием нанесено около 19 ножевых ранений. То есть характер и количество данных ножевых ранений однозначно свидетельствует о том, что было совершено именно убийство. Кроме ножа, в кармане жертвы бездомный нашел ключи от квартиры и паспорт. Трофей забрал с собой. Позже все эти вещи сыщики нашли на чердаке жилого дома, по улице Советская, где ночевал мужчина. По факту жестокого убийства возбудили уголовное дело. Фигуранта арестовали. Как стало известно, подозреваемый же был неоднократно судим и провел в местах не столь отдаленных более 25 лет. Кстати, последний срок отбывал за причинение смерти человеку. После освобождения не смог устроиться на работу. Жил где придется и перебивался случайными заработками. Вероятно, вскоре фигурант вернется за колючую проволоку, где несколько лет ему не придется задумываться о горячем питании и ночлеге. Об этом теперь позаботится государство. Сысольский суд вынес приговор Екатерине Морозовой. Жительницу села Межадр признали виновной в гибели на пожаре трех человек, в том числе родного брата. Само ЧП случилось еще в октябре 2009-го. Причину возгорания тогда не установили. То ли неосторожность при курении, то ли короткое замыкание электропроводки. Правда, вскрылась спустя три года. Репортаж Эдуарда Бушуева. В честном доме села Межадр в тот вечер собралась теплая компания. Хозяйки нагрянули гости. Племянники Олег и Катя и две знакомые односельчанки. Пожар начался ночью, когда все улеглись спать. Сначала погас свет. Екатерина Морозова услышала какой-то странный шум. Открыла входную дверь и увидела в коридоре пламя, которое по стенам добралось до потолка. Девушка стала будить собутыльников. Проснулись только подруга и брат. Две женщины были сильно пьяны. Ну что вы имеете в виду, по словам, они были готовы? Вот это у меня уже все уже... Пьяные или мертвые? Ну, пьяные, конечно. Ну вот, готовы, можно понять, что и мертвые. Я и спрашиваю, пьяные или мертвые они были. Да мертвые они потом станут. Олег выгнал девушек на улицу, которые, к слову, успели прихватить со стола недопитое спиртное. А сам попытался спасти остальных. Так и не вышел. По факту гибели трех человек местные силовики провели доследственную проверку. Но какого-либо криминала тогда не усмотрели и дело возбуждать не стали. Через год Морозову по приговору суда отправили в женскую колонию Ивановской области. Отбывать срок за грабеж, побои и угрозу убийством. Весной 2012-го она призналась силовикам. Возгорание случилось по ее вине. Почему я в пустовине решили написать? Надоело сидеть на колонии? Если бы на воле было, то можно бы там маслик выделить. Девушку этапировали в коме для проведения следственных действий. По словам Екатерины, во время застолья она напомнила тетке о старом семейном конфликте. Ссора между родственниками длилась недолго и вроде бы утихла. Но девушка решила оставить за собой последние слова. Подожгла кусок старого рубероида, который использовался для растопки печи. Хотела, чтобы присутствующие в доме увидели дым, испугались, выбежали. А я бы им сказала, что так и так со мной не спорьте. Подождала минут пять, покурила, никто из дома не выбежал. Пошла проверить, что случилось, зашла в коридор, в коридоре дымно, рубероид. Местами горит, местами тлеет. Морозова решила, что так как все пьяные, никто не заметил дыма, ее, так сказать, акт возмездия не удался. Девушка сбила пламя ногой и, как уверяла, зашла в дом за ковшиком воды, чтобы залить тлеющий рубероид. Но там ее отвлекли. Я взяла, просто наступила вот так и зашла, даже не посмотрела. Да и квасить дальше, правильно показываешь. Вы не хотели, не хотели распространять? Не хотела, я просто это взяла, вот если бы, если бы я хотела, я бы взяла бы, вышла бы просто и захлопнула дверью и ушла бы. С предъявленным обвинением, неосторожным причинением смерти трем жителям Межадора, Екатерина Морозова полностью согласилась. Просила районный суд рассмотреть дело в особом порядке, без подробного разбирательства. Служители Фемиды учли явку с повинной и смягчили наказание. Приговор 3,5 года колонии общего режима. В апреле вступил в силу ведомственный приказ МВД России, который внес существенные коррективы в работу участковых уполномоченных полиции. О том, что нового появилось в деятельности этого подразделения, мы выяснили у стражей порядка Усть-Вымского района. Наталья Литкевич отправилась вместе с силовиками на самый проблемный участок. Хозяин квартиры Иван Дедок на полицейском учете несколько лет отсидел срок за убийство и после освобождения за год совершил три административных правонарушения. Неусыпный контроль за рецидивистами – первоочередная задача участковых. Однако только надзором стражи порядка не ограничиваются. Их задача – помочь иступившемуся человеку исправиться. А это и беседы, и дельный совет, и вмешательство в конфликтные ситуации. Тем более, что жизненных проблем, например, у Ивана не меньше, чем у героев небезызвестного телесериала «Санта-Барбара». Я тебе визиточку оставлю. Вашего участкового полномоченного знаете кто? Нет. Как имя? Боеводкин. А, Боеводкин. Как его имя отчества? Я не знаю имя отчества. Дмитрий Вячеславович, вот запомните. Есть визитка его? Он же часто вам приходит на вызова? Сейчас вызовов нету? Пока нет. Не происходит, ни скандалов, никаких. Это бывшая гражданская жена Ивана Дитка. Совместная жизнь у них не заладилась. Теперь живут по-соседски в одном подъезде, но на разных этажах. Младший брат женщины Евгении затаил обиду на бывшего сожителя сестры, поскольку мужчина положил глаз на его любимую девушку и даже намеревался вести ее под венец. Ревнивый юноша выкрал у соперника паспорт и сжег его. За это преступление суд назначил ему 100 часов исправительных работ. Наказание общественно полезным трудом он отбывает на благо жителей села Айкино. Пиво кто-то говорит, что вчера украли? Это у Ромы так она и стоит со вчерашнего дня. Ну, а вылить-то можно, если ребенок напьется. Она никогда не трогает. Ну да. Много случаев было, дети напивались. Ну, конечно, сейчас я буду еще, я же смотрю за ней. Столь пристальное внимание участковых к обстановке в семье Светланы Ладыгина не случайно. В начале января, когда сын Светланы, 8-летний Юрий, был на каникулах у родственников, произошла трагедия. Когда дедушка вышел на улицу заниматься ремонтом машины, оставались дома бабушка, дочка у нее и внук несовершеннолетний Юрий. Когда дедушка пришел и спросил, где внук, то бабушка, разумительно, ничего не могла ответить или пояснить, так как находились в состоянии алкогольного опьянения, употребляли спиртные напитки. Это было как раз Рождество. Нашли мальчика в другой комнате, повешенном на трубе и без признаков жизни. По заключению экспертов, с момента смерти прошло больше часа, но пьяных родственников длительное отсутствие Юры почему-то не насторожило. Осторожнее, то еще травму получишь, опять проверку проводить. Посещение проблемных подопечных – лишь часть работы участковых. А еще сбор материалов по правонарушениям и преступлениям, конвоирование подследственных, дежурство и множество других обязанностей. Все это, помноженное на большие, иногда до сотни километров расстояния, часто по полному бездорожью, выдержит не каждый. Да и психологически тяжело. Дужно и бабушку выслушать, которая хочет на жизнь пожаловаться, на соседей. И работа с подучетными элементами, которые лицо ранее судимое, соответственно, у него направления, внутренние убеждения совершенно другие. То есть многие не выдерживают. Сейчас на весь Усть-Вымский район всего 4 участковых, вместо 10 положенных. По новому ведомственному приказу у каждого из них теперь появится помощник. Да и число старших участковых существенно возрастет. Казалось бы, служи да радуйся. Вот только без ложки дегтя и тут не обошлось. Наряду с этими новшествами исчезли прежние нормативы по количеству населения на административном участке. А с сведением новых должностей штатное расписание рай и город делов полиции пока не изменится. Это был Крик криминал и комментарий с Виктором Прокушевым. В следующем выпуске в 21.15 я расскажу о других региональных ЧП. Через пару минут не пропустите информационный обзор дня в программе «Время новостей». Хорошего вам вечера. Без неприятных происшествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова